МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обратили внимание и на множество фейковых фотографий, заполонивших ульяновские паблики накануне. Фотографии с улиц Ульяновска, сделанные в 2017 году во время большого урагана, где ливневыми водами затопило несколько улиц города. Из-за маленькой шалости администраторов соцсетей в народе поднялась паника. Благодарство сейчас позволяет привлекать таких людей к ответственности. Поэтому давайте мы оформляем соответствующее обращение правоохранительные органы, потому что это способствует памяти населения, способствует массе других негативных моментов. На деле ошибки уроки 2017 года извлекли. В городе на контроле находились пять участков, где больше всего скапливается вода. Привлекались службы водоканала, дороги не перекрывались. На железнодорожном вокзале была изменена система канализации и установлены мощные насосы. Вчерашние дожди показали, что эти решения были абсолютно правильно приняты. Вода в подвальной части находилась на, скажем так, приемлемом уровне, в приемках. Своевременно, опять же, проводилось. Простопление ЖД вокзала у нас не допущено. Все автовокзалы, автостанции, а их у нас по области 17, работают в штатном режиме. Ситуацию контролировали управление МЧС. За сутки по области зафиксировано чуть больше трех тысяч вызовов по линии ЖКХ. В основном это факты пролития кровель, падение деревьев, очистка канализации. В Николаевском районе несколько деревень остались без холодной воды. Все неполадки обещали устранить до сегодняшнего дня. Сформировано 12 бригад по очистке ливневой канализации. Работает 38 единиц техники. Именно вот на этом направлении было сформировано 4 бригады по обрезке, сносу аварийных деревьев. Всего повалило в течение суток Сергееванши на территории город 19 деревьев. Весь транспорт по городу и области ходит в штатном режиме. В целом ситуация находится под контролем и опасностей нет. По прогнозу синоптиков дожди сегодня местами пройдут во второй половине дня. Анна Тищенко, Новости Улправда ТВ.